Детективная история вместо оплаты долга. Неосторожность на балконе или попытка бегства, запутанное ЧП из Сочи. Банальная ситуация превратилась в настоящий детектив с оскорблениями представителей власти, угрозами расправы и политическим несогласием. Запутанная история произошла в марте нынешнего года в селе Дивноморское под Геленджиком. Приставы приехали по адресу одного из должников и попали в эпицентр скандала, который закатила жена фигуранта. Весь гнев разъярённой и нервной особы обрушился на представителя власти. В ходе исполнения совершения исполнительских действий данный должник оказывал сопротивление. Сотрудник уклонялся от передачи транспортного средства. Тем самым жена высказывала в адрес сотрудников некорректные выражения, что послужило написанием мной рапорта в следственный комитет города Геленджика. Тем самым жена данного должника была привлечена к уголовной ответственности за оскорбление сотрудников власти. Суть вопроса – долг перед коммерческой организацией. Однако на то, чтобы не отдавать взятые у банка деньги, у семьи должников есть свои вполне конкретные причины. И касаются они прежде всего несогласия с нынешним укладом Российской Федерации. Данное сообщество не обладает статусом общественной организации и таким образом не имеет законных оснований для осуществления какого рода деятельности. Данное сообщество спекулирует на тех сложностях, которые были связаны с процессом распада Советского Союза и, пользуясь этим, вовлекает в свою деятельность отдельных несознательных граждан. Более подробно о сообществе СССР мы обязательно расскажем в одном из следующих выпусков программы «На стороне закона». А пока к другим новостям. Смертельное ДТП произошло сегодня на автодороге Краснодар-Кропоткин. Жертвами аварии стали три человека. Еще двое оказались на больничной койке. Столкновение произошло днем. По предварительным данным, водитель Мерседеса превысил скорость и не сумел выдержать безопасную дистанцию. Он врезался в отечественную легковушку, которая двигалась перед ним. В результате 99-ку выбросило на полосу встречного движения. И там отечественное авто лоб в лоб столкнулось с Hyundai Solaris. В итоге водители двое пассажиров «Лады», среди которых была трехлетняя девочка, погибли на месте. Еще двое пассажиры немецкой иномарки, среди которых 12-летний подросток, госпитализированы. Полиция выясняет все обстоятельства и подробности ДТП. Вездеходы под карандаш. В Сочи госавтоинспекторы всерьез взялись за туристические авто. В рамках профилактической операции «Курорт-2019» сотрудники ГИБДД совместно с коллегами из других подразделений полиции и администрации города проводят рейды. Пристальное внимание уделяют автомобилям повышенной проходимости. Это джипы, которые курортные предприниматели используют для развлечения гостей Олимпийской столицы. На этих машинах позже туристов повезут в горы по разным маршрутам. Некоторые из них весьма опасны. Я считаю, что данное рейдовое мероприятие, направленное на соблюдение безопасности дорожного движения, очень необходимо проводить их чаще. И в первую очередь это безопасность. Безопасность жителей нашего города и гостей. Сотрудники правоохранительных органов проверяют прежде всего техническое состояние машин. Однако обращают внимание и на наличие всех необходимых документов и подтверждение законности изменений конструкции авто. Кроме того, полицейские проводят профилактические беседы с хозяевами и пассажирами вездеходов. В них госавтоинспекторы рассказывают о поведении на дороге и необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозе несовершеннолетних. Рейд стартовал еще 1 июня. На данный момент против нечистых на руку предпринимателей-экстремалов полицейские составили почти 400 административных протоколов. На штрафстоянке оказались уже 10 джипов. Не уверен, не обгоняй. Смертельное ДТП произошло сегодня в Темрюкском районе. По предварительным данным региональных правоохранителей, 63-летний водитель легковушки во время обгона не справился с управлением. Покасательный он задел бензовоз, который двигался с ним в попутном направлении. В итоге от машины осталась только груда металла. Виновник ДТП погиб на месте. Двое детей, которые находились в его машине, госпитализированы. А теперь о том, как не пополнить аварийную статистику. На что обратить внимание, чтобы не стать участником или инициатором. ДТП расскажет наш эксперт Дмитрий Бабич. Дмитрий Витальевич, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня очередная задача, которую вам придется прокомментировать. Итак, ситуация, наверное, банальная. Светофор в красном режиме, пробка. Водитель подъехал в очередь, но, видимо, решил проехать этот перекресток первым. Вот он движется сюда навстречку, пытается уйти от одного ДТП, теряет управление и попадает в другое. Кто виноват, что делать, что, собственно, вообще произошло в этой ситуации? Ну, я бы не назвал именно представленную ситуацию банальной. Действия водителя, выехавшего у нас на встречную полосу, на самом деле, довольно неадекватны. Банальнее будет и распространение ситуации, когда он просто, еще даже до начала работы светофорного объекта, плавненько пытаются люди у нас объехать и встать перед этим. Следует понимать, первое, что мы имеем место с регулируемого перекрестка. Светофорным объектом выезд на полосу встречного движения здесь запрещен. И карается по соответствующей статье, часть 4, статьи 12.15. Соответственно, мы имеем место, даже можно квалифицировать действия водителя, как движение на запрещающий сигнал светофора, потому что сомневаюсь, что в этой ситуации он двигался на зеленый свет. Ну и, исходя из представленных вами условий задачи, получается, что он, испугавшись столкновения с начавшими навстречу движения транспортными средствами, пытаясь уйти от него, не справился с управлениями, опять-таки, его вынесло снова на встречную полосу, где он совершил столкновение. То есть, как бы, по сути, второй выезд на полосу встречного движения, потому что опять он зависел от действий самого водителя, который не справился с управлением. Соответственно, виновником мы будем считать его, мы привлечем его, соответственно, по этой статье, части 4.12.15, и осмотрим вопрос о привлечении за проезд на запрещающий сигнал светофора. А что нарушают чаще, запрещающий сигнал светофора или требования разметки выезд на встречную полосу? И то, и другое, это очень распространенное правонарушение. Я же опять подчеркну, что частенько пытаются объехать, пристроиться, пару машин переобъехать. Ну и, как правило, это влечет то, что необходимо быстро покинуть этот перекресток, быстро начать движение, и люди проезжают на запрещающий сигнал. А это, извините меня, как правило, может повлечь серьезное ДТП с серьезными последствиями. Вот эта ситуация вполне реальная. Человек говорит, виновник аварии, говорит, что он двигался, когда красный уже перестал гореть, то есть он двигался на желтый свет. Это тоже нарушение? Ну, нельзя начинать движение. Здесь, если правило дорожного движения дали нам поправку, что можно завершать маневр на желтый сигнал светофора, в том случае, если он уже был начат. А когда мы начали маневр на запрещающий сигнал, по-хорошему получается, из-за разрешающего у нас еще не было. Да, так действовать нельзя. Но основное, самое грубое правонарушение здесь, это выезд на полосу встречного движения. В этой ситуации они могут разойтись по Европротоколу или придется все-таки ждать? Нет, они не могут разойтись, потому что мы видим, что повреждения будут однозначно серьезными, и такая ситуация, связанная с грубым правонарушением, потребует оформления сотрудниками госавтоинспекции. Спасибо вам большое за разъяснение. Надеюсь, у нас водители будут все-таки аккуратнее себя вести. Пожалуйста. Продолжение следует... Это молодая девушка выпала с четвертого этажа. У пострадавшей врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника, тяжелые травмы ребер, а также многочисленные ушибы. Однако, как сообщает один из новостных порталов региона, девушка выпала из окна не случайно. Она выпрыгнула в надежде спастись от компании парней. В той самой квартире, из окна которой выпала Валерия, кроме нее были четверо мужчин. Когда на место с проверкой приехали правоохранители, они даже не спешили покинуть место происшествия. По словам жильцов дома, скорее всего, в компании начался конфликт. Перед падением соседи слышали шум и крики внутри квартиры. Возможно, к девушке кто-то начал приставать, поэтому она решила сбежать от них через балкон. Анонимный источник издания, связанный с органами МВД, сообщил, что в отношении мужчин составлены административные протоколы по статье об употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. А вот Краевой следственный комитет прокомментировал эту ситуацию открыто. По факту произошедшего начали проверку. Устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки примут процессуальное решение. Сейчас все фигуранты проходят судебно-медицинскую экспертизу. По ее итогам следователи смогут принять процессуальное решение. Мы будем следить за развитием событий. И напоследок развязка долгоиграющей истории. Прикубанский районный суд Краснодара вынес окончательный приговор Катрин Атаевой-Дебрешман. Скандально известную светскую львицу признали виновной в угрозе убийством и причинении вреда здоровью, а также в неуважении к суду. Напомню, эта история началась чуть менее года назад, когда администрация города отправила в арбитражный суд исковое заявление о сносе гостиницы самостроя. На защиту своего детища встала хозяйка, женщина 41-го года. В марте 2019-го пользователям социальных сетей барышня запомнилась благодаря своим резким высказываниям в адрес всех причастных к возможному сносу. Краевые следственные комитет и прокуратура выяснили, что женщина решила не останавливаться на достигнутом и во все услышания интернет-пользователей озвучила угрозы судье, занимавшейся рассмотрением дела. Вину женщина полностью признала. Теперь ей придется выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. А у меня на этом все. Увидимся завтра. Хорошего вам вечера и пусть он будет безопасным. Продолжение следует...